Вопрос индексации платы за содержание жилого помещения многоквартирных домов, жители которых не приняли решение о выборе способа управления или об установлении размера платы, уже обсуждали на заседании комитета в ушедшем году. Но, к единому мнению, депутаты прийти так и не смогли. Дума запросила дополнительную информацию об индексации размеров платы за 10 лет и о росте потребительских цен на жилищно-коммунальные услуги. Рассмотрев все варианты, за и против, объективно приходим к выводу, что так или иначе поднимать тариф необходимо, делать это лучше ежегодно и плавно, для того, чтобы в конце не было той ситуации, когда тариф нужно поднять существенно, а возможности у нас с вами очень серьезно ограничены. Плата за содержание жилья последний раз индексировалась в 2017 году. За этот период инфляционные изменения составили более 12%. Однако такой рост квартплаты станет существенным бременем для саровчан. А потому администрация предлагает индексировать плату на 4%, пояснила собравшимся Анна Сысоева. Народных избранников приведенные аргументы не убедили. Подход должен быть к формированию тарифа индивидуальный к каждому дому. Это работа управляющей компанией. Если мы с депутатами это обсуждаем, то тогда у нас должна быть уверенность, что завтра мы придем к нашим избирателям, и мы скажем, что подняли нам тариф. Мы должны будем иметь аргументы. Внятных аргументов повышения платы за содержание жилья, не считая индексации, народные избранники так и не услышали. Дискуссия между представителем ЖКХ и депутатами была долгой. Многие сошлись во мнении, устанавливать единый тариф без весомых причин нельзя, и к каждому дому должен быть свой подход. К общему мнению прийти так и не удалось. К следующему заседанию Дума поручила подготовить технико-экономическое обоснование проекта решения, а также создать рабочую группу для детального изучения вопроса. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.